Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Скраб Механика, и сегодня я вам покажу несколько постройок, они интересные и очень-очень индивидуальные, так что поехали! И первая постройка от Ярослава Гагаркина, это трактор John Deere 9460R и дисковая барона John Deere 637 Flex Fold Disc. Черт возьми, в этих названиях я нифига не разбираюсь, это я так понимаю, ну именно скопировано с точной копией, здесь обязательно скриншот появится, я уж надеюсь не забуду, но черт возьми, у Ярослава получается очень прикольно, очень интересно получаются постройки, точнее он копирует, знаете, как-то прям под чистую что ли. Ну и давайте проверим, это все-таки сельскохозяйственная установочка, давайте посмотрим ее, заценим, вообще огромнейший респект автору за то, что он делает ступеньки, то есть, понимаете, не нужно придумывать какие-то способы залезания в этот трактор в данном случае, а мы нормально можем залезть. Единственное, что кабина, она такая у нас, ну как бы, ну так, в присядку приходится забираться. Давайте сядем, посмотрим кабину саму, очень хорошо все выглядит, у нас двери, так, потом что-то еще включается, так, это у нас, так, это у нас свет. Вот, одна дверь вот не открывается, так, гудок, свет врубили, так, отлично, дальше у нас уже управление, так, вот здесь вот нужно немножко переделать. Заклинило здесь капот, и как видите, у нас открывается такой турбинный движок, который в данном случае сейчас работает. Давайте немножко отъедем назад, чтобы не съезжало. Работает, то есть, все отлично выглядит, посмотрите, он прям очень-очень так смотрится отлично. Да и вообще у этого трактора функционирует все, то есть, вообще полностью все, я бы сказал. Гудок, шикарно. Кабина внутри такая потрясающая. Вид, вот понимаете, вид очень классно сделан, мне очень нравится, как прям удобно все смотреть, даже вот эти вот... обознавательные знаки, чтобы, как бы, понимать расстояние. И управление уже задней частью. Здесь уже мы можем опускать сами диски и уже приступать к работе. То есть, понимаете, вот в таком вот, в таком вот варианте, я так понимаю, мы передвигаемся просто, подъезжаем, к примеру, к полю, да, то есть уже небольшая скорость, конечно. Подъезжаем к полю, то есть опускаем. То есть так вот, уже начинаем, допустим, ехать, работать и уже полностью так опускаем и начинается работа, я так понимаю. Прикольно, очень прикольно смотрится, очень прикольно функционирует, очень классно сделано. Ну, давайте приподнимем, уберем. Вот единственный момент поворота, да, вот так оп-оп-оп, видите, задница у трактора, она, например, такая виляет, и так забавно довольно-таки выглядит. Но во всем остальном он вообще потрясающе очень выглядит. При этом, при всем подвеске здесь нету, но движется, как видите, цепляя всю подвеску. При том, что как раз-таки передняя и задняя часть, они независимы, так я так понимаю, да, то есть и изгибаются по всем углам. Давайте проверим вот здесь немножечко. Ну да, вот видно, видно, видно было, что изгибается, сейчас мы тут развернемся все-таки. Нет, я так и знал, что сейчас уроню, но в этом ничего страшного нет. Интересно, получится мне ее как-нибудь перевернуть? Ну-ка. Да, получается, пожалуйста, отлично. Просто прикольный и великолепно сделанный трактор, при том он скопирован на все 100% практически. На мой взгляд, это уже вам решать, точно ли или не точно, но выглядит, по-моему, просто безумно, вот особенно на фоне полей. Так что, ребята, я думаю, это достойная постройка, достойно вашего лайка. И лайка не мне, а именно автору. Следующая постройка Данила Манешина. Первые унедорожники серии автомобилей MG Bear. Это полноприводный грузовик с зависимой подвеской. И комментарии были от автора. Есть два вида этого транспорта, облегченные по FPS и нагруженные по полной программе. То есть, где повышен FPS, то есть высокий FPS, там некоторых деталей нет. Но я решил показать вам с пониженным FPS, потому что мне нравится именно в полной комплектации этот аппарат. Выглядит он очень-очень грозно. Он, знаете, напоминает что-то такие огромные колеса, да, какая-то грузовая. Ну, то есть, часть грузовика какая-то такая поставлена. Видно, что снизу здесь вот всяческий бак, допустим. Тут вот, по-моему, даже вот типа заправки что-то. Присутствует подвеска, ну, при том подвеска, как бы, она очень простая. То есть, изгибается просто вот эта ось. Здесь у нас, видите, выхлоп есть. Здесь у нас скрыты две части. Это управление с двух сторон. То есть, настройка всего транспорта. Подвеска идет от, ну, то есть, спереди, да, как бы. Ой, точнее, цепляется вот здесь вот именно, в этой части. Здесь цеплений нет. То есть, если мы подпрыгнем, эта часть вот так, грубо говоря, вниз уйдет. На какое-то, наверное, расстояние. При этом, при всем, когда, допустим, опускается колесо, то есть, оно здесь ни с чем не скреплено. И есть момент того, что сам транспорт немножко переворачивается. Но не то, что переворачивается, а крены у него такие, очень-очень такие пугающие получаются. При этом, при всем, здесь у нас есть очень хорошо сделанный двигатель. Давайте его посмотрим. Вот он у нас работает, функционирует. И я здесь, наверное, даже не смогу вам показать его нормально. Так что давайте сначала сядем за руль и потом уже посмотрим. Так. И вот в предыдущей постройке я говорил, что можно было забраться там вот здесь же. Мы только вот методом вот таким вот, да, то есть, оп, вот только так, получается, забираемся и упираемся сразу в потолок. Упираемся в потолок сразу головой. Здесь у нас сидим на мотоцикле, этом как бы сидении. Ну, ну, внутри как-то так. Не очень, конечно, очень мало всего, точнее, практически ничего нет. Но это неплохо на самом деле, потому что я бы сказал, что этот грузовик в минималистичном состоянии, стиле сделан в плане того, что функциональность самое главное, удобство просто для нищебродов, там, не знаю, для каких-нибудь розовых фуфлажганов. Двигатель, да, очень качественно сделан. Очень выглядит прям вот, ну, сами видите, прям он четко сделан, да, то есть, по-моему, прям вот очень бросается в глаза, конечно. Просто вот такое ощущение, автор очень-очень хорошо поработал над всем, кроме вот этой части, да, то есть, ну, как-то, на мой взгляд, серьезно, не знаю, почему-то у меня вот такое ощущение складывается. Но здесь я могу быть неправ, и вы со мной полностью можете не соглашаться. Я всего лишь высказываю свое мнение. Двигатель потрясающий. Так, давайте немножко прокатимся, потому что все-таки транспорт тоже хотелось бы посмотреть. Задняя часть вот этого колеса очень круто выглядит. И сейчас вот FPS 10. Ну, вы сами прекрасно видите, что он довольно-таки легко управляется, довольно-таки легко ездит. Но вот, когда мы, допустим, поворачиваем, вот видите, вот эти вот прыжки, то есть, есть, в общем, нюансы в подвеске, но я бы чуть-чуть уменьшил скорость транспорта, и тогда бы было все отлично. Но подвеска присутствует, как видите, изгибы вот очень отличные, при этом, при всем можно от первого лица управлять, и он тогда вообще управляется. Ну, знаете, почему-то в этой игре все постройки, которые управляются от первого лица, они воспринимаются совершенно иначе, совершенно по-другому. Это сложно объяснить, это сложно рассказать. Это только можно понять, когда вот вы сядете и прокатитесь, только тогда. Поэтому, ребят, скачивайте, пробуйте, тестите, я гарантирую, вам понравится. Или, как минимум, вы сможете что-нибудь подчеркнуть из этого великолепного транспорта. Ну, и последняя тачка от Романа Александрова, суперкар Блиста G57. Ух, ну что ж, этот кар довольно-таки прикольно смотрится, и давайте, знаете, вот у него есть такая вот, как сказать, пьедестал, что ли, для крутой встречи этой тачки. Как-то так, что ли, получается. БАМ! Вот так вот, просто еще музончик какой-нибудь такой включить, да, то есть прям по полной программе. Тут есть у нас трек, огромный трек, чтобы проверить эту тачку, ну и, конечно же, мы ее заценим. Но сначала давайте, вот, выключим, чтобы поменьше лагало. Конечно же, давайте сначала полностью проверим эту малышку у нас здесь в двери. Так, отлично. Ну-ка, так. Так, стоп, 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 надо научиться ее закрывать. Так, стоп. Так, вроде бы все. Ну что же, давайте осмотрим этот суперкар, потому что выглядит он просто бомбезно. Ну, не знаю, как на ваш взгляд, но на мой очень-очень-очень-очень круто. Прям вот впечатляет. Прям на все 100% впечатляет. Здесь у нас есть управленческий блок сзади. Там же, скорее всего, искрыт мотор. Здесь такая часть. Ну, очень-очень видно, что поработал автор над стилем, поработал над внешним видом. У нас здесь есть управление. Эх, давайте съедем. Вот немножко то, что она низкая, конечно, да, то есть это вообще передняя часть. Кстати, видно, что тяжелее задней, потому что приподнимается. Но для этого у нас есть прижимные двигатели. Так, вот они, собственно, они работают, чтобы как раз тачку-то и держать на месте. Она прям вообще бешен управленческой становится. То есть, управленческой. Управляется она просто вообще, ну, нереально бешена. Но при этом при всем скорость увеличивается. И у нас еще есть... Так, нет, свет нужно включить. Есть турбины. Так что это довольно-таки круто. Так что давайте пронесемся. Ну, по-моему, мне тут жалко. От первого лица ничего не видно, но несется она просто бешено. Жалко, спидометра нет. И довольно-таки быстро пролетаем просто. Большое расстояние. Воу. Просто остановились на месте, можно сказать. Так, ну-ка. Так. А вот теперь без прижимной силы. Ну вот я так и знал, что она просто вообще очень плохо управляться будет. Задок подкидывает, потому что он легче всего. Но пролетаем прям вообще незаметно. Прям вообще скорость очень огромная. Шикарный суперкар. Такая... Вообще, на самом деле, респект огромнейший за трассу. За то, что здесь построена трасса. Это... За это вообще огромнейший респект. Потому что без трассы воспринималась бы тачка совершенно по-другому. И я на 100% знаю, что вот поездка по вот этой земле, по обычной, да, намного тяжелее, чем, допустим, по построенной трассе. Это факт. Это уже было проверено многими. И когда мы катим по бетону, здесь нам более ровнее получается, чем по земле. Хотя она тоже вроде бы ровная, но здесь заметней, заметней будет подпрыгивать тачка. Наш суперкар, ну, это именно автора суперкар, ну, и теперь он, наверное, все-таки становится нашим. Он потрясающе сделан, очень стильно, очень так вот аэродинамично, наверное, как-то, да? То есть, прям вот видно, что в нем такая мощность скрыта. Очень смотрится прям зашибенно. Ну, и ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Все эти постройки вы сможете найти под видео. Ссылочки будут в них. На них вот тоже под видео. Там же вы найдете тему для того, чтобы скинули свои постройки. Тема находится в группе ВКонтакте. Ссылочка тоже под видео. Всем всего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok